здравствуйте друзья 8 марта сегодня утречка вторник и тут уже никуда не денешься правильно собственно и незачем никуда деваться будем поздравлять женщин с 8 марта я так припоминаю что праздник этот специфический для страны советов может быть он присутствует тоже в странах бывшего соцлагеря я не знаю не могу сказать но изначально праздник был такой коммунистический также как 1 мая там допустим вот но даже 50 лет назад а я еще помню это время праздник не носил политического характера в том смысле в каком люди его отмечали как то так вот как бы корни были тактики политические классовые вот женщина работница можно сказать противостоящая мировому империализму а по сути это был праздник я думаю что близкий по смыслу дню святого валентина то есть вот там любовь вот что такое отношение там и так далее то есть это праздник для нас он всегда был праздником когда мы говорим что вот у нас есть наши подруги наши мамы и вот как бы мы в этот день им как бы признательность свою выражаем за то что они есть за то что они с нами за то что они нас любят и вот как-то абсолютно был аполитичный праздник всегда это в нашей жизни и я думаю хорошо что он есть у нас теперь есть и день святого валентина и еще отдельно 8 марта как мы жируем можно сказать так что куда мы куда мы без женщин но надо раз год прийти в такую точку когда мы это им говорим они наверное так понимают но но все равно вот без них мы совершенно никуда и без них как-то смысла все лишается ради чего все вот поэтому иногда вот приходишь какую-то точку где надо себе сказать что-то почаще бы надо вот надо бы там скажем раз в неделю чтобы был там такой день когда мы думаем о том что вот женщина рядом что наверное правильно было бы больше внимания уделять или больше думать и так далее просто рутина за затягивает знаете как вот но в нашей семье 8 марта в их непростым днем потому что у нас дочь родилась 8 марта и если сейчас например так брать без разницы в какой день то при большевиках знаете проблема в чем было гостей собрать потому что нужно на стол что-то поставить а как раз за две недели до этого значит запасы подъедались 23 февраля там называлась день советской армии сейчас его переименовали там день защитника отечества вот значит а так ну как назывался уж там не суть важно фактически это был как бы мужской день то есть он тоже на самом деле отмечался в значительной степени не полить не политически а вот как бы день женский и день мужской но да на мужской день подъедались какие-то запасы просто так пойти в магазин и купить что-то я тех кто помоложе рассказывание наверно даже представить не могут но приходишь магазина там ничего нет это москва где казалось бы много есть такого было чего не скажем других местах она снабжалась по другому стандарту но тем не менее ваш перед праздником так вовсе все сметает там хлеб молоко еще есть этом все остальное то где и вот значит люди задолго накапливали то есть вот видишь там конфеты хорошие там бах купил сразу там пар килограмм на будущее видишь там я не знаю что ветчина в банках вот это все очень любили ветчину в банке почему в банке это стоит кушать не просят так берешь опять запасом шпроты каким там сайру там я не знаю печень трески был такой любимый в народе салат вот так же как наравне с оливье был такой любимый салат когда брали печень трески вообще очень жирно с яичком лучком так все это наворачивалась исключительно и его значит очень какие-то были такие общепринятые деликатесы даже шампанского там купите на новый год это тоже покупалось там за полгода под новый год шампанского не купить ну в общем были такие приключения у нас с этим связаны то есть с одной стороны вроде прикольно девочка родилась 8 марта и так хорошо вот а с другой стороны были вот такие значит трудность но ты уже знаешь ты заранее берешь больше когда запасы создаешь как мы друзья живем сегодня без запасов я даже представить себе не могу ну ладно возвращаясь к женщинам у нас статистика есть на канале от ютуба и я уж не знаю там как они определяют кто смотрит наш канал мужчина или женщина может быть просто по регистрации я честно говоря не могу сказать реально возможно ли определить вот там сколько мужчин и сколько женщину по регистрации конечно можно если в момент создания аккаунта человек там помечает свой пол конечно по статистике ютуба который нам дают там на канале где-то процентов 75 у нас мужчины смотрят и я бы сказал что вот с точки зрения оставления комментариев у нас очень много женщин комментарии оставляет вот по комментариям я бы не сказал что такой серьезный перевес вот хотя конечно у нас канал не женский вот я когда смотрю например там комментарии у людмилы флориды ялты ли там у натальи квик или оли брукман вот конечно там чувствуется вот такое женское начало очень серьезно вот у нас так больше там народ рассуждает такие мужики серьезные чем там такое логические построения делают вот а там больше на эмоциях но у нас тоже много эмоционального и и женщина хорошие такие они добрые и вот я считаю что они очень много очень много такого хорошего в атмосфере канала создают вот какой-то мягкостью то что мужчин этого нет они более резкие более такие как сказать бойцовские качества проявляют вот а женщина не такие более миролюбивые более отерпимые и это очень здорово очень здорово ну что еще сказать с праздником вот и если в какой-то момент девочки и женщины и бабушки и вот если вам покажется что не ценят не как-то вот недооценивают пэш там и так далее мужики вокруг это кажется так потому что в целом конечно мужчины они совершенно беспомощные без женщин ну то есть кажется что они могут сами там даже вот яичницу сделать могут или там картошку поджарить а некоторые ох такие есть мужики знать как готовят вообще атас но дело не в этом дело в том что смысл создается женщиной вот как там на семинаре у михаила бородянского там вот обсуждение там что пара мужскую женскую энергию что мужская энергия такой сосуд а женская это содержание женщина наполняет этот сосуд понимаете и никакого смысла в сосуде нет если его не наполняет женщина своей энергией поэтому мы мы завязаны мы завязаны как форма и содержание мы друг без друга бессмысленный вот и в этом в этом плане я хочу как бы мое поздравление закончить и ну от себя в основном конечно я за других людей не могу говорить но я так чувствую что мы более-менее на одной платформе на одной страничке как у нас готова за same page да значит вот с этой самой страничке на которой мы все находимся я поздравляю всех женщин вот всех возрастов которые у нас есть на канале у нас и девочки маленькие есть совсем молоденькие там и и 10 лет и 8 лет нас смотрят я иногда просто поражаюсь и какую-то ответственность особо ощущаю потому что когда дети знаете как можно ненароком чего не брякнешь взрослый человек он и не заметит а на ребенка какой-то может влияние оказать знаете я как каждый раз как что-то такое вдруг я нарываюсь там на совсем маленький маленького зрителя молоденького две как тут замираю думаю боже а я вот что-то вроде там сказал а я вроде думаю как бы это значит вот так что всех возрастов всех географий которые у нас тут есть на канале а нас боже где настолько нет и в австралии в новой зеландии там и по европе может и в африке если как-то не замечал африканского зрителя но наверное есть вот так что откликнитесь африканки если вы смотрите нас вот так что всем привет поздравления и хочу сказать что вас очень любят и без вас совершенно никуда поэтому держитесь держитесь у вас очень важная функция в этой жизни есть счастливо